ни разу до какой-то супер глубины не дошла и вот где ты у меня до сих пор вопрос возможно ты просто хорошая девочка почему ты строишь из себя вот эту бесконечную жертву обстоятельств где тот счастливый человек у которого появилась там пол мульта во рту ты миленькая но никакая понимаешь время когда ты можешь сказать все что угодно можешь нахер нас послать можешь защититься это ценность времени квартира чужая но платья то твои тело то твое жизнь твоя и это симуляция правды да нет 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 я бы хотела выжить в конце этого шоу и сама затхлая планетка оля вымазала вот эту банку за две недели съемок потому что она любит чтобы у него стиль да потом зрительница только что это такое с вашей коже ну как это как-то ты чё волнуешься ты с красными глазами как кошка а если убрать спешку и никого нет красными глазами с красными губами кранитель кранитель это радость ты делаешь искусственную деканимую за ручку и берут в рот там то есть пен в отеле нас не устраивает мы придем на съемочную площадку и будем на них лежать принцесса жасмин а я я что буду я просто буду диснеевская принцесса тогда да там же есть такие вот эти вот дурынды которые не русалки с ногами с ногами в таких платьях всем привет вы на канале ключи любви к себе у нас финальная серия с нашей машей сегодня и мы уже поняли что у нас сезон фактурный а финал бархатный потому что бархатный сезон получается бархатный сезон во всех смыслах он еще не туристический еще и из стамбула из турции столь любимой нашими гражданами для отдыха в общем все сложилось в один какой-то очень и очень красивый пазл сегодня был потрясающий день мы все с ума сошли от красоты шоппинга я притащила в кадр блеска страз а я видеть не успела выгулить туфли которые купила позавчера поэтому то что купила сегодня ждет завтрашнего видимо не она очень совершенно непонятно что делать серьги про которые вы сначала подумали не купили и потащились за ними в другой район огромного мегаполиса на следующий день потому что как мы любим говорить их нельзя было там оставить и так если на канал ключи любви к себе еще не подписаны сделайте это пожалуйста и кстати в этом выпуске будет уместно упомянуть что ведь мы самые стильные канал до я как раз была в этом платье на церемонии это второй выход этого платья она была только для димы билана и церемонии фэшн тиви и для машеньки и нашего с вами финала это же разные роли ходила живьем сейчас снимаясь кадре но к тому же там же новогоднее настроение у всех поэтому мы такие две елки немножко до всех с новым годом пусть все будут здоровы прекрасный прекрасный тост не обращайте внимание нас 18 час съемок за сегодня всегда реалити снимается в таком интенсивном ритме и кстати первый вопрос к тебе красотка по поводу твоих представлений что это будет а что это было на самом деле как ты ощущаешь изнутри но я предполагала что будет прям жестко как-то очень все строго но было настолько атмосферно и поначалу конечно мне нужно было привыкнуть и потом я так свыклась мне уже было чему но к новым людям такой выход из зоны комфорта был в принципе съемки всех и перед вами еще была задача же все равно раскрыться потому что мы друг друга не знаем и мне всегда поначалу тяжело а потом в принципе уже наверно после вторых съемок мне уже стало более комфортно я ожидала что ты скажешь боже как тяжело мы измотались мало спим много ходим большие паузы между съемками интенсивные сложные съемки маша сказала атмосферно я бы также сказала но очень редко человек со стороны не из индустрии именно таким образом это оценивает я уставала но приезжаю номер я не могла еще долго уснуть потому что у меня энергия била ключом видимо на вот этом адреналине переваривать хотелось да так же как и про боль я думала что мне все будет болеть а у меня видимо на эмоциях даже боли я не чувствую потому что это очень круто хотелось конечно поглубже снять сезон потому что мне то все время хочется по нарастающей работать до хочется из мелководья уже поглубже нырять да и подольше задерживать дыхание поглубже мысли обдумывать ты видела прекрасно как я просто уже ору на катю потому что мне кажется что это безнадежный вариант меня начинает трясти потому что мне кажется что этот мир безнадежен я зря трачу время и вообще нужно делать что другое когда смотрю на тебя иногда мне кажется что есть какая-то надежда но у меня есть сомнения потому что возможно ты просто хорошая девочка и возможно у тебя есть силы это изображать потому что ты ни разу до какой-то супер глубины не дошла то есть ты все говоришь очень монотонно нигде у тебя никаких не было всколыхов вот этот знаешь ровный пульс диапазон эмоций да никакого то есть никакой раскачки никакой качельки ничего то есть ты вот абсолютно ровная да ты стала на интонацию будто милее или даже где-то повеселее или даже как-то раз его в ней раскование но это вот вот настолько и опять вот это монотонно ты знаешь какого-то рисунка в тебе жизни но я до сих пор не вижу вроде тебя ругать не за что а с другой стороны и зацепиться тоже ну честно тоже не за что то есть у тебя вот какие-то импульсы а вот я захотела а вот у меня вдохновение но когда я вспоминаю эту квартиру я понимаю что наверное у тебя и раньше были какие-то моменты вдохновения но я не вижу чтобы ты как-то и доводила до реальности да то есть из вот этого иллюзорного мира где все художники застряли доводят до реального мира из художников единица да а монетизирует это еще меньше и мне хочется ну какого-то развития тебя как личности в кадре вот тот человек который увижу сначала до которому мы очень аккуратно относимся потому что у тебя есть вот эти да вроде как социально совершенно не обсуждаемые причины почему мы должны с тобой вести себя бережно да я вообще не считаю это за трагедию это происходит со всеми многократно много раз за жизнь я не очень понимаю почему все вокруг этого так носятся настолько долго и почему вот нужно именно к этому больше всего внимания уделять я хочу это стереть потому что у нас про тебя и вот где ты у меня до сих пор вопрос да я поняла что ты живешь в чужой квартире да я поняла что ты там живешь много лет я поняла что тебе там ничего нельзя делать но у меня к тебе вопрос почему за столько лет ты не смогла договориться с ними чтобы тебе разрешили почему ты с этим миришься или почему ты не переходишь в другое место почему ты строишь из себя вот эту бесконечную жертву обстоятельств понимаешь то есть ты даже не конкретного человека у тебя нет там конь арбузера в жизни который тебя там прессует да очень милые родители и приятные родители здорово да когда у тебя муж арбузеры можно все скинуть на него это он виноват нету понимаешь арбузера на которой мы сейчас можем скинуть твою недеятельность это круто потому что ты начинаешь козырять обстоятельствами вот никаких обстоятельств что тебе мешало сорваться с катушек прямо здесь за эту неделю я видела твою мастерскую вот эту гору мертвых серебристых бусинок я бы просто все выбросило то есть там рабочего материала для дизайнера украшений никакого все на все выкинуть ну совета продать не знаю но когда кормили перед съемкой честно когда мы с тобой шли по винтажкам по антикваркам по всем этим самым углам когда мы увидели с тобой этот поднос горой винтажных бусинок почему ты как порося с визгами и воплями не бросилась туда не нырнула не сказала так я продам все что есть на мне и куплю все эти бусинки понимаешь то есть почему у тебя не было вот этого импульсного действия то есть когда я сегодня зашла в магазин с клатчами я здесь рассказал что у меня уже три инфаркта я понимаю что мы не можем дальше продолжать съемки съемки да заходит в магазин плач и я понимаю что все пошло по пизде потому что мы больше не можем продолжать снимать потому что мы соли и что это понимаешь и вот эта эмоциональность мы три часа в магазине привели и не дошли до магазина который да мы до план пошел по пизде а ты где была в этот момент понимаешь где этот дизайнер где тот счастливый человек у которого появилась там пол мульта во рту где эта женщина на которую столько внимания было потрачено ты миленькая но никакая понимаешь вот никакая это вот прямо печати амплуа я думаю что ты никакой останешься потому что за всю неделю пока мы тут были только слова ты только говоришь ты ничего не делаешь понимаешь давай спросить красиво говоришь вдруг делает если бы она делала она ведь и клянусь накинулась бы на все эти антикварные бусинки сказал нахуя из этого убогого бисера из какой-то там местные лавки плиту здесь вон какие богатства там такие фактуры были да там одну бусинку обрами все и за пять тысяч продавай там ну как хоть каждую бусинку по 5 тысяч наш блин это без меня вот выходили да там да в каждой лавке есть эти бусинки понимаешь винтажные то это стамбульский вайп в каждой лавке ну вот эти до винтажные всегда есть такой чан огромный старинный или поднос где вот какой-то разнобой разносортно это называется я столько оттуда всегда привожу у меня наверное тонна лежит этих бусинок дома мы там что-то иногда их знаешь рассыпем по полу счастливые сложим обратно даже я их как-то юзу понимаешь но не так прекрасно это может быть даже как фон для фотографии чего бы то ни было либо самой по себе или просто визуал или просто перебирать то есть совершенно даже вдохновляющие фактурки я часто покупаю что-то что мне даже мало или мне не нужно не подойдет сегодня набрали ремни из-за пряжек да да пряжки очень красивую да ты можешь ремень заменить разрезать надставить убавить но пряжка фурнитура какая-то интересно вчера мы мне купили жакет из-за фурнитуры потому что можно ткань найти можно сшить можно обработать хорошо но такая фурнитура крутая что ну просто не сделать это не повторить и это мотивация служит и от этого будет образ а от образа пойдет какой-то контекст в котором ты понимаешь то есть это цепочка с разматывает цепочку смыслов событий и последствий в жизни сейчас время когда ты можешь сказать все что угодно можешь нахер нас послать можешь защититься мне бы очень хотелось чтобы ты хоть что-то парировала просто вот эти сдерживание эмоции они у меня как бы всегда я их отображала то есть я их замечала я не понимала как их вытянуть и сейчас мне нужно научиться выражать эти эмоции когда ты была эмоциональной более эмоциональной чем сейчас но я как-то всегда старалась подавлять это в себе я не знаю почему у меня внутри то есть мы зашли в эту лавку у меня внутри это все бушует но наружу это почему-то не выходит а ты помнишь какой-нибудь свой безумный поступок ну какую-то херню феерическую который ты сделал феерическую херню это помощь это только если какие-то кривляния с друзьями там на видео ну то есть да это жалкий детский уровень да так никаких безумных поступков да ну мои эмоции как вы заметили они в квартире все и все из головы то есть видимо действительно вы прочувствовали вот эту тонкую грань на какую кнопку нажать чтобы пошел процесс да то если сейчас нужно реально мне составить вот этот эмоциональный гардероб для дома чтобы начать из себя это вытягивать а там есть что вытягивать я просто я всегда думаю может быть люди же ну разные по психотипу есть может быть там просто нет диапазона но то есть у тебя же о себе все равно должно быть большее знание чем у нас со стороны я думаю что что то что есть да просто это спит ну получается всегда с полу не знаю в детстве в юности в какой-то наверное момент я решила что мне не нужно их выражать и видимо закрыла это в себе а что у тебя были тиранические родители или тебя дразнили в школе нет ничего ничего такого года это просто осторожная жизнь наверное да может быть какой-то мой страх внутренний смысле может быть ты в этом теле больше 30 лет ты говоришь может быть мой какой-то внутренний страх ты не в курсе что ли до сих пор что там происходит про эмоции еще одна модель человека маша сколько минут у тебя концентрация 633 ладно через полтора минуты поговорим бесполезно но реально это робот автопилот может быть у меня там есть внутри какой-то смысле тебе 32 года ты не знаешь что у тебя внутри происходит получается что да получается что так конечно не только про это разговор на повод наших разговоров тем наших разговоров в машине когда мы едем здесь переезды часовые пробки много часовые когда мы в номерах собираемся сидим пьем вечером вино вечером ночью в закрытых ресторанах открытых только для нас и мы бесконечно пытаемся понять вообще есть смысл в том что мы делаем или нет потому что казалось бы круги по воде расходятся как минимум для зрителей но хрен знает я уже поняла я раскусила блин люди способны сделать вид собрать аккумулировать все последние записать минутное видео на кастинг обмануть всех нас ну и уж точно не способны написать текст комментарий типа мы все поняли у меня инсайт жизнь разделилась на дое после пойду делать то-то и так далее и мы с тобой как две лохини до заднего думаю что ура сработало это действует а может быть и нет напишите пожалуйста очень хочется понять вообще имеет ли это смысл потому что честно сказать наша жизнь как минимум в силу профессии мы не будем брать другие обстоятельства как минимум в силу профессии и в силу того что я старше тебя на 10 лет практически она более искушенная то есть я видела больше и испытывала больше но я пребываю в таком свинячем восторге от того что здесь происходит как будто я слаще репки ничего вообще не ела просто я не могу не надо дышаться этим городом не находиться не насмотреться мы как ебанашки как когда мы шли не мощит лоб марина люблю тебя благодарю так не показал типа рука и мы шли так медленно потому что мы тащили кучу всяких еще разных вещей и мы фотографировали примерно тысячу раз руки отвисли до асфальта ноги стерты просто в кровь но это нельзя было перестать делать ну и самое классное что мы ходили по одному и тому же маршруту это одна и та же улица и каждый день одно и то же что это нам надо срочно сюда сюда и мы друг друга еще пытались вытаскивать но это бесполезно конечно четыре дня мы ходили за твоим подарком слава богу на 4 день там было завтра мы туда больше не пойдем я в стамбуле вот плотно очень плотно последние пять лет прямо ну по несколько месяцев то есть я провожу в стамбуле в среднем от двух до четырех было даже один раз пять месяцев в году последние пять лет я скажу тоже сам я не могу надышаться я такая боже у нас нет времени погулять я тут было сто раз я здесь 20 лет тусуюсь понимаешь я была в этой софии 150 раз ровно и сидела вот там на площади не знают две тысячи раз и я все равно сижу и слышу как они поют это ценность времени понимаешь вот в тебе нет ценности времени при тебе умер человек его время закончилось так почему ты не начала захлеб вот коври меня относиться это же очень стимулирует кстати да более наглядного урока поэтому я здесь и училась этому и наблюдала где-то прям искренне проживала но настолько вот обширно я пока еще не научилась смысле не научилась ты закончила дизайн интерьера в архитектурной академии это самая сильная академия в россии я видела ребят которые закончили дизайн это фактурные умы понимаешь то есть это бархатистые глубокие объемные накаченные умы что ты там делала 5-6 лет сколько ты там продержал если бы ты даже была зашуганной вообще затюканы тебя там всю жизнь не знаю как-то прессовали держали в вакууме ограждали от общества не давали смотреть мультики чтобы ты инфу снаружи никакую не получила ты бы подошла и молча эти бусинки купила понимаешь но ты бы все равно свою ручонку потянула вот так же их погладила я копалась там конечно сегодня мы купили с моим мы ходили за моими банками стекла мы купили 11 рада отправляет транспортной компании мы их отправили в итоге транспортной компании я не знала что делать если я их не куплю мы ходили за ними в том числе тоже как и за твоим подарком каждый день тоже проходили мимо были кита праздник речения работала но я дорвалась я дорвалась хотя я присыщена но я все равно дорвалась и мне это нужно то есть меня трясет когда вижу такую красоту потому что дизайнерского это художественное образование она так сильно дровит ты когда видишь какое-то идеальное изделие тякар отнет если ты его не купишь где вот эти истерики когда ты увидела не знаю расшитые сумки с потрясающей фактурой я обычно падаю на пол в магазине кидая сумки в бок начинаются раскладывать вот так знаешь и перебирать надо мной всегда все ржут любой магазин подушек рада на полу здесь у нее клач здесь телефон здесь очки все она сидит выбирает подушки мне знаешь пачками приносит я их отметаю но в тебе даже действия ни одного не было которое бы показала вот этот какой-то импульс и восторг зачем ты училась на дизайнера интерьера кстати что за выбор был да почему потому что я рисовала и и хотела как бы варх я еще в нягоне когда в художке ходила то есть мне преподаватель рассказала мы уже тогда готовились не знаю почему но ты же не работала не дня по нет нет а почему не работала у меня украшение очень поглотили я уже начала их развивать и и все я вот пошла по украшениям у меня удовольствие именно вот от от камней от бусин от всего про камни должна сказать что маша на самом деле круто ориентируется потому что сегодня когда мы были в лавке и там я еще купила себя ожерелье из барочного жемчуга там еще очень красивые украшения были там где мы поле сумки и ты могла назвать любой камень который там есть и это было классно приятно было вот ощущать себя рядом с профессионалом безусловно это вот самый такой наверное теплый момент был для меня потому что я культивирую конечно профессионализм и вчера когда мы с катей разговаривали у нас была для нее одна идея просто ебыша понимаешь фигачить 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 и кстати у меня после первой нашей записи я девочкам эту теорию пыталась насадить напишите что вы думаете на этот счет у меня была мысль о том что вы просто обе ленивы в самом нормальном смысле этого слова вообще многие люди ленивы то есть а конечно же кто-то может написать что трудоголизм это невроз много статей на эту тему написано но мне кажется это написано с каким-то лентяями с каким-то тайным умыслом понимаешь каким-то тайным умыслом чтобы все не пошли туда и не поняли какой огонь жизни там есть если все узнают то блин конкурировать что ли станет сложнее ли я не знаю еще что я с девочками со всеми обсудил девки они просто ленивые ну просто может быть это лень просто катя хочется присоединиться к большому бренду или к сетевой компании или лучше напиздеть что нибудь в инсте мы с тобой недостаточно конечно дожали нас догоняет вчерашний вот этот вечер что катя написано что она продает как боженька я не такая девка я про себя так сказать не могу у меня теория что может быть это просто ленность возвращаясь к твоему интерьеру до родительская квартира но слушай вы могли 10 лет назад взять ипотеку с мужем вы оба молодые образованные дееспособные умные и так далее вы бы южи выплатили у вас была бы своя квартира потом она стала бы твоей ну нет ничего проще ипотека вообще тем более молодым семьям даются такие льготные фантастические условия невероятны и как бы это тебя поджигала знаешь больше украшений продавать потому что вы бы половине ли этот взнос и и ты бы сейчас была упакованная девица понимаешь взрослый упакованный человек может быть просто лень потому что наш редактор алена увидев тебя в платье задал вопрос маша почему ты не носишь платье ведь у тебя такая прекрасная фигура так тебе красиво ты сказала что они мне все большие потому что ты резко похудела после смерти супруга это было год назад я вожу в ушивку свои вещи примерно в четыре раза в неделю потому что и вес гуляет у меня тоже был стресс я похудела на 7 килограммов за три недели я перешила весь гардероб абсолютно весь за три недели это не вопрос денег ушивать посадить по фигуре это стоит 300 500 700 1200 1500 рублей это все они у тебя сто процентов есть эти деньги понимаешь год назад и мы вот тебя троллим то два месяца думала передвинуть шкаф хер с ним и разобрались квартира чужая но платья то твои тело то твое жизнь твоя вот поэтому напишите пожалуйста может быть вы тоже разделяете мое мнение что девчонки просто прокрастинируют любят лениться и я секстиляр таких людей знаю они думают что мы ебанько а мы думаем что они такие потому что мы знаем как работать они знают как не работайте аккуратненько осторожненько проходя лавируя это на самом деле бруто злоумение я думаю что они просто мертвые все а я думаю что ленивые одно и то же ваше мнение в комментариях что скажешь можно не может живой человек быть ленивым это несовместимо не совместимо жизнь лень несовместимо жизнь у нее концентрации даже восьми минут не там еще автопилот а машенька хер знает где как бы знаешь там сидит наблюдают фахтинги же как бы просто аватар запаска еще одна запаска таких весь мир запаски вот она в спешем режиме а потом когда она чуть-чуть так чик ее что замкнет и она такая тыг-дым тыг-дым но обычно так и есть да у человека потрясения у нее выключающее потрясение а ей нужно включающие потрясение мы сделали стамбул это включающие потрясение то есть была использована шоковая терапия в отрицательную сторону шоковой терапии в положительную сторону пациент скорее мертв чем жив да нет 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 не мертв я буду совершать действие набирать скорость и не лениться вот рада говорит что ты ничего не сделала находясь здесь я верю что ты сделала скажи что ты сделала сегодня купила подвески по помощи так для украшений выбрала то есть в той лавочке где колечки покупали я думаю я сниму основы и куда-нибудь их вставлю идея сумками умерла к вечеру расшиваться умеет и нет мне уже у меня уже руки чешутся мне прям хочется приехать я думаю сейчас я спроектирую эти все запчасти чтобы понять как отшивать на еду человека кто мне а то счет и я уже буду вышивкой дальше заниматься потому что у меня очень много стоит коробок бисера то есть он меня просто пока простаивает я раньше когда-то вышивала а тут прям хочется сумку потому что именно у тебя не сумки прям вдохновили я очень любила всегда сумки мне хотелось сделать какую-то свою но я не могла найти какая именно она будет а сегодня мне прям вот как когда мы зашли я взяла ее в руки я поняла что круто было бы вышить сумку это вот именно мешочки вот это кисет да 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 и это там такой простор фантазии то есть там и стразовые цепочки которые болтаются либо просто рисунок либо бархатные там столько вариантов всего то есть можно прям разные техники попробовать тем более сейчас для вышивки очень много всего хорошо так дальше ты тренируешь концентрацию это тоже действие в принципе что-то еще ты говорила что ты составляла или какой-то план или да я составила план что мне нужно сделать по списку по дому уже мы договорились с подругой она мне текстильный дизайнер что я приеду к ней в мастерскую и сама познакомлюсь с фактурами и ну то есть я приеду там уже посмотрю потому что там она сказала что ткани очень много на мне лишь часть там прислала какую-то уже в живую посмотреть и фактуру пощупать надо ее по фотографии ты не ощутишь это все чтобы соединиться да хорошо ладно ну это больше чем ваша в среднем делает за год да я думаю что пора про зубы еще раз поговорить потому что уже сколько-то дней прошло и ты сказала что когда мы губки красили тебе ты отверли фиксировала только ночь я поняла что ты просто медленный газ да ну тормоз то есть вот когда что-то происходит и как бы в моменте чуть-чуть отстаешь а чуть погодя начинать рефлексировать поэтому не можешь потом уснуть четыре часа то есть а задержка где-то на четыре часа идет и так с реальностью да может быть да она пришла в номер по поводу этих сумок я на самом деле прекрасно помню в себе этот момент но мы на концентрации по-моему это обсуждали я помню когда я раньше приедешь за границей и ты понимаешь что тело здесь и голова еще нет я знаю это состояние я думаю что вот у тебя сдвижка реальности она есть как бы ну знаешь это лодинг когда она конечно подгружает вот мы в принципе с мая тут уже тоже переработали мы ходим уже думаем где бы жесткий диск ну оперативную память подкупить то что мы тоже уже чуть-чуть знаешь это подвисаем да но мы-то подвисаем потому что у нас перегруз а ты почему задержка я не еще понимаю покажет ну что ты нам хотела рассказать про зубки но вот рада задала мне вопрос по поводу как быстро ты так свыклась а у нас накануне был разговор про скорость принятия решения и я-то когда увидела в зеркало свои зубы и я подумала блин если ты такие офигенно красивые зубы то надо улыбаться и я вот словила скорость принятия решений и поэтому я так быстро с ними прям вот соединилась и мне прям хотелось улыбаться потому что тебе делать ничего для этого не нужно было тебе это дали а когда тебе нужно сама у тебя что-то скоростью пока что не очень не ну конечно удобно сказать смотрите какая молодец я мгновенно свыклась с улыбкой ты бы сама прошла такой большой путь ради своей мечты накопить приехать договориться найти доктора выбрать переговоры анализы купить билеты найти время прилетели туда-сюда в екатеринбурге можно было залаза в екатеринбурге четыре раза да мы съездили в больницу ты бы смогла столько сил вложить сама в свою мечту со временем да все временем это сколько времени нужно было бы накопить а потом уже соответственно приехать и сделать я все вспоминаю шкаф потому что шкаф не требует накоплений ну ладно ты обещала вроде как что под шаманишься дома да когда мы поедем в гости 6 7 в начале декабря ну как обычно у нас время только ночью будет хочется на тобой какое-то насилие совершить чтобы это хоть как-то тебя задрозило понимаешь трагедия не сработала позитивная не сработала я думаю что пора уже носили какое-то применять потому что ну чем ниже уровень развития человека тем более жесткие меры нужны знаешь я вот не очень рада катя например потому что она красная да а с красными там язык простой угрожай ори и дави ну доминируй так стрёмно то есть я сначала знаешь как бы на ее языке это все дело чтобы она сработала а потом у меня два психотерапевта знаешь на 10 вечера и на 11 потому что мне как бы стрёмно но то есть я не очень люблю но вот этот язык на и подозрение по поводу языка который ты ну понимаешь мне тоже не очень хочется туда идти вообще ради тебя но в это играть я бы хотела выжить в конце этого шоу и сама то есть я не готова свое здоровье свое дорогущее настроение положить на то чтобы использовать какие-то примитивные манипулятивные техники чтобы ребята попроще меня понять я бы хотела чтобы вы ну язык понимали глубина чувства интонации потому что мы же с мыслами общаемся у нас понятные интонации ну почему нужно орать или бить зачем насилие зачем давить почему я должна совершить над тобой насилие чтобы ты начала жить но это же идиотизм ты можешь как-то по-хорошему и так красотки мои с наступившим новым годом я надеюсь что у вас все хорошо что точно не хуже чем в прошлом году а может быть даже лучше искренне вам этого вам и себе этого желаю и сейчас обращаюсь к тем кто пропустил старт живого потока ключей может быть не было финансовые возможности может быть не было энергии времени на то чтобы уделить внимание изучению лендинга какие есть тарифы какой материал будет дан в курсе и так далее может быть вот этот ажиотаж предновогодний вот это сумасшествие то агония в которой мы все пребываем не позволили вам действительно фокус внимания направить туда приглашаю вас к живому потоку присоединиться еще в течение нескольких дней потому что если вы возьмете тариф записи вы вообще ничего не пропустили если вы возьмете тариф с живым участием у нас два таких а тарифа средний эксгибиционист и тайная ложа элитарный тариф то вы может быть пропустили всего один мастер майнд а может быть даже нет не знаю в какой вы день будете покупать оформлять свою покупку свой доступ на курс вы просто посмотрите его в записи а на все остальные сможете прийти потому что живой поток ключей это уникальный запуск мы два месяца вместе с радой с вами работаем над бесценным фундаментальным материалом ключи любви к себе ключи понимания всех закономерностей вашего внешнего образа ваших поз ваших жестов вашей трансляции вашей вербалике всего что в совокупности создает тот самый неуловимый необъяснимый но который в то же время можно математически разложить на формулу или химически разложить на молекулы образ который либо притягивает либо отталкивает людей который либо работает на вашу задачу либо препятствует им что такое ключи ключи это тот инструмент для женщины просто необходимый который уменьшает ваши трения при общении с внешним миром будь то общение в семье на бытовом уровне будь то флиртовые какие-то свидания с парнями с сайта знакомств или какие-то уже более фундаментальные вещи в личных отношениях глубокие интимные трепетные отношения будь то выступление на профильной деловой конференции переговоры и собеседование или выступление на сцене не знаю какого-нибудь крокуса на много тысяч человек в любой коммуникации может возникнуть трение уменьшить это трение свести к нулю начать всегда правильно понимать осознавать свои цели и в связи с ними с этими внутренними целями задачами себя верно транслировать на нужную выбранную вами аудиторию вот в чем задача ключей научить вас этому отдать вам все коды ну а живой поток это значит что вы смотрите огромное количество записанного материала там много десятков часов на экране будет описание что вы получаете в курсе также в описании к этому видео где по ссылке вы можете переходить чтобы на поток поступить или кстати по qr-коду переходите там тоже есть описание подробная курса так вот живой поток конечно же ценен особенно тем что мы с радой в этот момент когда вас ведем когда даем вам живые мастер-майн до 4 от нее 4 от меня находимся в своей максимальной пиковой форме потому что мы каждый день как вы развиваемся каждый день набираем какие-то знания каждый день идут новые книги новые осознания новые беседы новый опыт у рады грандиозная политическая карьера можно сказать сейчас развивается и все это что есть в ней она отдаст вам там на живом потоке мои внутренние процессы тоже фундаментальные происходящие которые меня формируют дотачивают оттачивают какие-то мои черты все это делает меня в моменте такой какая есть и все это я вам там тоже отдам ждем вас девчонки сейчас спокойный месяц месяц когда вы планируете вот этот новый трек новый год своей жизни 24 год для многих будет определяющим вы слышали это из разных источников от разных специалистов присоединяйтесь я уверена это то что вам нужно потому что потом когда мы летом или осенью будем а повторять в этом году живой поток возможно вы очень сильно пожалеете о том что вот этот год могли бы провести уже совершенно по-другому совершенно на другом уровне и клеток осени быть вообще в другой своей интеллектуальной эстетической форме на другой должности в другом месте в другой роли дерзайте я уверена что найдутся те кто ждал этого сигнала вот ваше время сейчас qr-код на экране или ссылка в описании добро пожаловать ждем вас шестого-седьмого ревизия твоей квартиры вот опять же смотря извне раз ты понимаешь язык обстоятельств давим тебя обстоятельствами ты уже теперь знаю что мы в этот момент приедем твое домашнее задание это что я ребенку своему это типа да это вот учеба это важно вы не для меня уроки делать вы для себя уроки делаете опять же мы тебя используем для того чтобы кого-то другого сдвинуть мне не жалко если у вас ничего не изменится мне радостно что вы себя пожертвовали на одре до нашего шоу что я знаю что многих девчонок конечно но поджигает ноги начинают шебуршиться или разговаривать с собой или вопросы задавать там я знаю что многие ушли на расстановке после прошлого сезона кто-то в чем-то разобрался да причем нас мужчины смотрят взрослые там и хорошая аудитория то есть им тоже нужна пища да они не могут постоянно смотреть какие-то мыльные шоу и нам бы хотелось все-таки глубже идти понимаешь не хочется этого насилия бесконечно вот это та-та-та типа развивайтесь дно мелководья понимаешь а нам хочется вот поглубже про дом я как бы думал что вы приедете на съемки то есть я алене и сказала что я приеду а не приехали или в том что и я сегодня задала вопрос говорю вы же приедете наверное скорее всего снимать она говорит да и вот она рада спросила об этом то есть я как бы и не сомневалась что вы приедете просто я думаю что буду я делать если я приеду и разочаруюсь понимаешь какой урон в моем состоянии будет сеанс психотерапевта после едой поездки мы превентивно уже так делаем ну конечно в райдер мне пожалуйста включите рада на съемках психотерапевт да на съемках реалити в конце дня психотерапевт да там обязательно чтобы откачать ведущих массажист и сомелье ты понимаешь что важно что даже если мы не приехали это должно случиться просто конечно хорошо я то что я хочу переделать я это почувствовала когда вы от меня уехали я не легла спать после съемок я села прописывать уже план действий жена видно наскренила там то что мне надо чтобы прописать что докупить какого цвета продумать то есть я уже стала совершать действия еще в екатеринбурге поэтому то что я собиралась переделать это сто процентов потому что я поняла насколько это важно и стамбул мне это тоже подтвердил дам у нас была теория про фактуры в большом чуть-чуть мы познакомились а в стамбуле мы уже прям докрутили эти все смысл это так правильно это говоришь понимаешь но во мне в 10 раз больше искренности я могу рассказать все свои эмоции все свои опасения и все свои предостережения а вот и до сих пор идешь по этой понимаешь по вот этой правильной ветке ну вот но мне не стыдно что вы меня настолько заебали что у меня два психотерапевта вечером я могу это всем сказать несмотря на то что я emotional тренер вообще-то на минуточку понимаешь я всех учу самих справляться со своими проблемами самостоятельно при этом я спокойно говорю что да у меня 1 в 10 я даже с девочкой на шопинг не пошла я с ними часок в торговом центре говорю у меня терапия вместе они такие зачем те терапия мы же на шопинг я говорю нет знаете скоро откинусь если я вот не схожу у меня там два терапевта знаешь подряд и я могу это сказать и даже тебе могу это сказать не пытаюсь круто крутой правильно выглядеть но потому что вот настолько все насыщено вот настолько тяжело вот настолько непробиваемо настолько вы абсолютно никакие и я уже катю там трясла на кровати ты не должна меня провоцировать чтобы я применила к тебе жесткости для насилия потому что мне это слишком дорого потому что ты вот это вот сладко поешь нихуя не делаешь вглубь не пускаешь никакой искренности вот пульс ровный понимаешь ну что мертво умереть не может вот примерно так где фарш давай мне начинку пирожок с начинкой или пустой опять знаешь вот это купишь пирожок на рынке дешевый откусишь и там нет ничего а бывает таки жирные возвращаешься за ними вкусненькие что-то пустотелый пирожок что да нет ну так а где если бы мне такую улыбку встали я бы у меня бы голос стал в десять раз громче а ты все эти еле слышу отсюда где маша оператор здесь оператор давай поиграем в игру оператор где человек здесь где страхи где рассказ про то как ты боишься что ты сейчас приедешь и поссоришься с родителями бывшего мужа потому что ты начнешь что-то двигать ты начнешь спрашивать они скажут нет и что ты будешь делать вот это интересная тема я думаю что я с ними не поссоримся мы договоримся как бы мы еще это обсудили когда они были в екатеринбурге а почему твой голос стал в десять раз тише в этот момент потому что ты что-то не договариваешь а кстати а у тебя есть идея выкупить у них ну какую-то часть квартиры или у меня есть идея свою приобрести подыскать классный вариант то есть я за этот год хотела заняться этим вопросом мне этот район не очень сильно нравится для проживания но если ты живешь екатеринбурге да скоро зима нам нужно что-то мягко что-то тепло что-то греющее что-то безопасное уютное оберегающие там вкусно пахнущие приятное тактильно хороший плейлист это все важно вот представь если это все вычесть а у тебя сейчас так и есть белоснежная хата там вот этот холод бесконечный у тебя нет ковров нет каких-то согревающих фактур все монохромная холодная серая никакое и я такая это же это же все из тебя еще вытаскивать понимаешь это все из тебя вытягивают вот когда ты например зимой в помещении здесь батареи чтобы ты не делала помещение вытягивает из тебя влагу потому что в теле есть вода а в помещении нет помещение больше и по космосу вытягивается влага из тела и ты начинаешь обезвоживаться с антуражем тоже самое понимаешь если он такой пустой он все времясти жизненную силу вытягивает и это важно я думаю что нужно начать с того что по карману хоть как-то себя вложить батарейками понятно это вопрос просто вообще там недели максимум это можно было сделать даже еще оставаясь в екатеринбурге даже заказать она придет никуда не денется ну ладно хрен с ним раз ты любишь план и ты все записываешь на бумагу когда ты предполагаешь у тебя будет свое жилье никогда ты выплатишь за него разные вещи а когда ты сможешь переехать то есть те вещи которые ты купишься свою комнату ты конечно сможешь забрать с собой они тебе и там пригодятся безусловно когда это перспектива какого времени вот этот год год до год мне нужно сейчас еще чуть-чуть свой заработок повысить я думаю что вот из из-за того что я сейчас сделаю себе эмоциональный гардероб для дома я все равно наращу смыслы новые которые внедрю и в свои украшения я вырасту чуть-чуть в доходе и уже займусь своим жильем ответила как и на предыдущий вопрос да специальными фразами абсолютно правильно и монотонно я их не заготавливала ты не заготавливала ты классно комбинируешь знаешь как искусственный интеллект так это и это же модель человека маша она хорошо комплектует слова между собой это опять подтверждает мою теорию смотрим 400 видео мы выбираем самых ярких самых эмоциональных алена прокачивала сейчас придет царица императрица тут будет ураган радость ноги откроет всех снесет вы охереете значит волосы назад там такая катя и мы все в нить спадем пришла катя и ну там мы же еще хотели рубрику профитроли профитроли вот очень классная рубрика даже интереснее чем эмоциональные качели рубрику эмоциональные качели после девчонок заведем рубрику профитроли что катя который как боженька продает не то что мы тут локучки сидит продать людям не можем втюхнуть машка дизайнер интерьеров тоже понятно да творческая проявленная фактурная интересная молодая девушка а если серьезно вот я сейчас думаю это черта нашего времени мне нужно подумать какое название ему дать чтобы максимально точно охватить ведь это то же самое вот герои которые приходят в реальность девчонки отправляют заявки эксперты которых мы видим социальных сетях это называется заблуждение они все в глубоком заблуждении но при этом они научились слова мимикрировать ладо было неплохо глава складывать в нужные предложения для них заучили наизусть они она их не складывают она их просто она их выдает вовремя в нужном месте понимаешь она бывает глупая машина это просто обновленная версия понимаешь обновленная модель человека маши люди некоторые вот которые вышли на более продвинутый уровень научились не просто подбирать слова и даже смыслы в нужный момент выдавать вот я знаю миллион таких экспертов они даже коучат людей они ведут эфиры а другие их смотрят и получают инсайт еще в этот момент это просто пустота плодил пустоту смотрит пустоту комментируют комментируют пустоту правильными словами почему я так всегда возмущаюсь и не люблю слова типа там поток ресурс откликнулась откликнулась блять инсайт нула и так далее просто люди вставляют их нужный момент и это симуляция правды симуляции как будто бы это произошло но ничего не произошло совершенно это проблема современного времени много терминологии все научились ее использовать и выдавать в нужный момент времени и обманывать друг друга радостно хотя еще может быть это с нами что-то не то с нами точно что дайте мне пакет я в нее швырну и мы закончим можно подарком да да нет подарок классный нет я вообще не думала что я так разозлюсь я думала что будет какой-то диалог но меня злит то что диалога нет это же не диалог понимаешь давай не будем отдавать ты знаешь что-то ты поняла что это шараёбились там четыре дня я догадывалась доставай давай показывай четыре дня жизни я догадывалась это те самые казаки в которых казалось маша ожила включила там это дикую кошку разнузданную в общем ребята все были впечатлены в тот момент когда спаги оказались на машу что-то с ней произошло но они тяжелые они эксклюзивные он их при нас доделал оказалось что при нас он доделал стельку да то он что-то вбивал клевал да он это при клиенте доделал они волшебны он их промаслил при нас то есть они поменяли цвет он таким специальным прибором а запускает гвоздик я сегодня посмотрела на его руки рада эти руку да да я сняла крупно там ногти изъеденные просто вот этим лаком клеем потому что он очень долго там суставы выкорчеванного так просто наружу потому что он этими руками делает эту обувь много лет как его отец как его дед это просто там умереть можно было в этой лавке и было бы это не жалко понимаешь расплачиваться только наличка и у нас кончились пиры пошли в поддоллары вот он этими руками гвоздики туда забивал одевать к состоится господи стелька из двух слоев вырезал слева между собой потом наклеивал и надо понимать что мне слова по-английски люди не знают да 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 он такой да деньги брать не хотел не знал мы там в разных валютах и доллары лиры и так высыпал рубли мы решили подарить сапоги потому что ты когда их надела в тебе какой-то вес появился знаешь вот ты вот как шарик да ну вот это попсовое сравнение что человек как шарик болтается воздушные легкие его мотает а никаких действий ты когда в прошлый раз их надела в тебе появилась какая-то вот эта мощь да такое ощущение что пойдешь и всем напинаешь а с ноги не зайдешь еще шпоры туда придать и это приятно то есть ты какая-то стала более конкретная что ли более реальная в них я надеюсь что ты их на самое видное место поставишь если носить не будет а если носить не будешь а если будешь то пусть вот эта мощь какая-то в тебе прорастет потому что ты должна понимать что все что ты видишь кто-то создал кто-то построил на чьи-то деньги это произошло за счет чего-то времени ты пока что ничего в этом мире не создала как и большинство наших зрителей и это очень больно это очень неприятно потому что все остальные стараются десятикратно чтобы вот таких мало хольных на вас же тоже нужно понимаешь вот этот дисбаланс на планете он сложный это подход ко всему не только к твоей жизни не только ты от себя понимаешь как ты зависишь окружающие тоже от тебя как-то зависит те украшения которые ты делаешь те смыслы которые ты несешь это распространяется по миру понимаешь вот таких мастеров очень мало я бы хотела чтобы ты стала в своих украшениях мастером такого уровня хотя бы такого можно гораздо дальше они вообще кайфу я прям сижу и сейчас улетела в эту мастерскую как мы сидели и насколько там было атмосферное классно что я тоже приехав номер рефлексировала как они сделали ему на сбор разговор как они из простых вещей они создали интерьеры тоже передали это все вот этот магазинчик брутальность вот это вот этой обуви и их работы и они вообще просто потрясающие кайф ну ладно 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 но не понимаешь чудо за неделю не произошло сейчас в такой в часовую беседе маша хобана и голос такой прорезался но этого не произошло мы завершаем этот финал у нас будет еще фильмы будет еще у нас фильма фильме не забывать пожалуйста какой вопрос мы вам задали в предыдущих сериях спрашивали в какой стране в каком городе какой локации вы бы хотели увидеть следующий сезон может быть вы хотите сезон без героинь только с нами и сегодняшний вопрос может быть вы хотите сезон без героинь только с нами мы будем с тобой тоже что-нибудь делать и максимально откровенно и эмоционально рассказывать о том что чувствуем в эти моменты а я хочу всем пожелать там же новый год да у нас недавно был все почему-то взрослые люди желают здоровья вот я хочу пожелать всем концентрации хотя бы чуть выше 8 минут потому что в таком случае и здоровье и деньги отношения окружения и путешествие и все случается как-то само собой постепенно поэтому хотелось бы с тобой поговорить когда ты еще чуть-чуть продвинешься и возможно когда я к тебе в гости приеду я вдруг обнаружил нового человека новорожденного да а представляешь через восемь минут концентрации раз кто вы что со мной вы просто новым человеком заново познакомимся и обязательно вам об этом сообщим если вы вдруг не подписаны на канал ключи любви к себе сделайте это пожалуйста потому что здесь точно есть жизнь даже если мы демонстрируем вам ее иногда экстраординарными способами очень много сил средств на это вкладываем а еще еще о боксе да кстати а у нас еще идет живой поток прямо сейчас мы проводим их всего два раза в год у нас всегда по традиции 1 января стартует ключи неважно из москвы вы или санкт-петербурга нам в общем то все равно потому что это онлайн и следующий поток у нас будет только 1 июня или 1 июля и мы делаем живые потоки два раза в год когда мы можем с вами поработать глубоко да то есть по факту сейчас у нас с тобой был такой мастер-майнд и очень часто на мастер-майндах как ты помнишь я начинаю орать потому что есть категория людей которые по-другому не понимают еще фишка мы решили окончательно устав к финалу съемок что не единственным но одним из главных условий вы не можете его избежать вы не можете его пропустить для участия в реалити в качестве героинь потому что нам оборвали все средства связи и только нам нашим редактором они нашли даже нашего галка я не знаю эту бы энергию в мирное русло они нашли нашего бухгалтера чтобы отправить им свое видео они всю жизнь в кулак и всю волю собрали чтобы эти две минуты выжать обмануть нас прислать видео пытались повоздействовать на алену алена говорит наш редактор выберите меня я вам там буду идеальным героем даже действовали так в общем только те кто пройдут живой поток с 1 января смогут стать героинями следующего реалити-шоу потому что правда невозможно работать с людьми которые не проходили ключи и не проходили их именно в сопровождении потому что материал очень глубокий очень объемный очень сложный вы видите что мы взяли двух девчонок с разными судьбами с меняемыми заявками с привлекательной внешностью с умением говорить взяли их таскали с ними 10 дней в двух странах в двух городах показывали им все лучшее что есть из фактуру в этом мире и далеко не продвинулись то есть вы понимаете что насколько может быть не существующим невидимый эффект от того что вы просто посмотрите видяшку поэтому на живом потоке конечно люди пробуждаются пожалуйста придите все кто с 1 января был а это конечно сотни девчонок иногда тысячи будет из чего выбрать следующий сезона можно пройти только если вы были на живом потоке потому что невозможно объяснять на счетных палочках когда уже хочется человеку дать немножко выдала свой возраст сейчас этими метафорами пока ну да чё машка а у маши сапоги подарили маша я вообще не понимаю вот я когда вижу модель человека ты представляешь сколько стоит этот аватар дофига нахера он тебе вот зачем ты в него влезла ты мне пользуешься ты вот время которое у тебя в этом аватаре есть это это классный далее еще понимаешь нормально это куча куча входных классных данных данных да ничего не юзаешь никак это время не используешь сколько лет ты бездействуешь сколько стран ты посетила за жизнь 5 отрезок времени у всех одинаковый а плотность его использование разные в этом вся разница то есть люди которые достигли высот они просто плотность по-другому понимаешь измеряют времени то есть за день можно сделать то что ты делаешь за месяц за неделю это все можно за день сделать а на следующий день можно еще сделать и вот прошло 12 дней у тебя будто год уже понимаешь так люди и строят что-то большое интересное пока ты ничего сверх естественного не сделаешь у тебя не появится свобода потому что чтобы у тебя реальная свобода появилась это большие ресурсы это большая степень свободы передвижений а для этого нужен хороший бэк хороший тыл хороший опыт это же нужно все учиться делать ты собираешься до конца жизни в этой квартирке сидеть нет конечно зимовать в обнимку с котиком но это не смешно понимаешь как бы так машка 2 10 лет с мужем реально вы классная пара была вы вместе давно ты рассказывал как ты его любишь как вот это было все классно вот он тебя поддерживал вместе даже куда-то ездили вдвоем это так легко сделать за десять лет просто за десять лет я думаю о том чтобы хер я куплю квартиру сыну ну вот серьезно конечно зачем портит человека это просто испортить просто испортит просто испортим когда были мелкие я не понимала этих отцов моих знакомых до которые были аллигаторами которые говорили так девятый класс ну как быстро до в лондон всех а эти там визжа таки тут так плохо с нами обращаются да как правильно в девятом классе сцедили всех лондон чтобы из них только не вернули и заводы взяли в управление у своих отцов что-то нормально из них выросла так как бы ну просто сопли наматывают зачем вообще-то пришла на шоу чего ты хотела от нас процесс то запустился да ну как очень много все равно осознание очень много ну блин рака ну ты тоже не сравнивай это для тебя не что а для маши много смысле тридцать два года ну вот такие люди да такие затхлая планетка и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Познакомились.